Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия. Домоты засеет 4000 гектаров в Карачаево-Черкесии и в Ставрополье в этом году. Группа компаний завершает подготовительные работы к весенней посевной компании в СКФО, где агрохолдинг развивает проекты по производству баранины. Посевная стартует в конце марта и пройдет согласно графику. Растение и водческое направление позволяет компании формировать собственную кормовую базу для откорма овец. Напомним, в сентябре 2022 года запущен завод «Кавказ мяса» в Черкесске с убойными мощностями и линиями мясопереработки. Ведется строительство площадки по откорму овец на 50 тысяч голов единовременного содержания в поселке Ударный Прикубанского района. Последний раз такое событие аульчане наблюдали 100 лет назад. В Ирсаконе торжественно открыли новую соборную мечеть. Долгожданное для всех верующих событие, живущих в этом поселении, свершилось благодаря совместным усилиям нерадонадушных односельчан и меценатов. Ахмад Халкечев продолжит. Строительство новой мечети в Ирсаконе начали около 10 лет назад. В течение этого долгого времени среди аульчан немало было тех, кто помогал в строительстве, оказывал финансовую поддержку, а кто и своим физическим трудом. У кого не было возможности поддержать средствами и стараниями, своими искренне молились. Землю на богоугодное дело тогда безвозмездно выделил уроженец аула Ирсакон, общественный деятель и бизнесмен Руслан Конов. Еще до торжественной части открытия первые прихожане новой мечети совершили первый коллективный намаз. Акадий Духовного управления мусульман Карачаева Черкесии по Хабиевскому и Адыгахабльскому районам провел и первую проповедь. Это месяц собора. Проявляйте иншаллах собор, терпение по отношению к себе, по отношению к семье, по отношению к соседям. Чтобы лично поздравить аульчан со столь знаменательным событием, в Ирсакон приехали председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа муфти Карачаевой Черкесии Исмаил Хаджибердиев, премьер республиканского правительства Мурат Аргунов и глава Адыгахабльского района Эдуард Дерев. Исмаил Хаджиб поблагодарил всех причастных к строительству мечети, но особо отметил Галима Драмазановну Хевсокову, которая взяла на себя основные финансовые расходы. То, что мы даем грамоты, ордена, медали, это все для того, чтобы как-то показать свое уважение. А действительно награда от Всевышнего Аллаха. Тот человек, который построит мечеть, этот человек будет в раю обладателем такого же дома. Неоценимый вклад Галима Драмазановну, ставший решающим для завершения строительства, благодарностью правительства Карачаевой Черкесии отметил Мурат Аргунов. Мечеть является не только местом для совершения намаза, но и местом для морального и духовного воспитания человечества. Я уверен, что данный месяц будет побуждать в нас только благие дела, молитвы. Еще раз спасибо всем большое. Всех благ. Новая мечеть помимо двух больших залов для коллективных богослужений располагает еще и с помогательными помещениями. Имеются отдельные адызные для мужчин и женщин, а также административная часть. В небольших религиозных праздниках новое культовое сооружение сможет вместить до полтысячи прихожан. Дай Бог, чтобы не в 100 лет один раз строилась мечеть, а каждые 10 лет, чтобы мы имели мечеть, и они были полны, и они приносили счастье в каждый дом. Старая мечеть, отстроенная еще в 20-е годы прошлого столетия, как делится аульчане, уже давно не справлялась с той нагрузкой, которой приходилось на нее в дни больших мусульманских праздников, как Курмамбайрам и Уразабайрам. Теперь с открытием новой соборной мечети, пережившему непростые испытания большевистского лихолетия, отведут роль квартальной мечети. Ахмад Халкевичев, Олег Малкожев, Вести Карачаево-Черкесия, Адыгахабльский район. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии Температура ночью 5-7, а днем 15-17 градусов тепла. В картинной галерее открылась выставка двигающихся, говорящих и поющих героев из любимых советских сказок и мультфильмов. Ждем вас ежедневно с 10 до 19 часов. Выходной понедельник. Сотелла Мебель. Широкий ассортимент от мягкой до корпусной мебели. Доставка по Карачаево-Черкесии Ставропольскому краю бесплатно. Станица Отрадная, улица Широкая, 2Б, 2 этаж. Телефон 8 952 836 47 03. В общественной палате обсудили меры поддержки беременных женщин со стороны власти и общества. На федеральном уровне было принято более двух десятков различных мер, которые в идеале должны стимулировать увлечение рождаемости населения. Однако, по данным представителей сфер здравоохранения и соцзащиты, есть ряд причин, почему предпринимаемые, в частности, в Карачаево-Черкесии, шаги пока не дают существенного эффекта. Вопрос, конечно, очень актуален, очень важен, потому что демографии в нашей стране, нашим президентом Владимиром Владимировичем, потеряется очень большое внимание. И цивилизованность нашего общества зависит от того, как мы относимся к женщинам, которые дают нам потомство. То есть, это очень важный вопрос, поэтому это одно из цивилизационных наших достижений. Как мы относимся к этим женщинам, какие меры социальной поддержки оказывает государство, общество, негосударственные фонды. То есть, это очень важный вопрос, чтобы повысить рождаемость, чтобы у нас росло население из года в год. С 27 по 31 марта в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» будет проходить неделя приемов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Желающие могут обращаться по всем вопросам по адресу черкеск-ленина-154 с 10 до 13 часов или по номеру 20-12-12. Скоро состоится премьера спектакля режиссера из Кабардино-Балкарии Анзоры Емкужа. Постановка «Шахри» по произведению Расула Мгамзатова «Аттестат зрелости». Приурочена она к юбилею поэта. Сейчас в театре проходят заключительные репетиции. Адаптация поэмы по пьесу сделана драматургом Зурабом Бимурзовым. Какие планы предстоит еще реализовать, Анзор Емкуж рассказал Альбине Ламковой. Расул, возьми меня замуж. Первый женик будешь мамуля. Отдай папа. Не отдай. Глянусь, я никогда на тебя не видел. Стоп, стоп, стоп. Хорошо. Дети еще раз повторят по грамотам. Извините. Режиссер стремится показать в спектакле душевные переживания юности Расула Мгамзатова. Монологи о себе, о своей жизни, о своем прошлом погружают зрителей в творчество поэта. Актеры предлагают всем путешествие в прошлое вместе с Расулом. Эмоции окунают в море юношеской чистой любви. Воплощают на сцене ее зарождение. В своем творчестве Расул Гамзатов старается сохранить национальный колорит – традиции. Зал для репетиции предоставили в новом центре образования «Черкеска». Ставят спектакль на двух языках – черкесском и русском. Тема, идея этого спектакля, постановки пришла совместно и директору Черкесского театра Дине Мухарбековне Аковой и всему художественному совету, который работает в театре. Потому что такие темы, такая постановка нужна и необходима нашему зрителю. Тема любви, чистой любви, чистой юношеской любви, которая была у Расула Гамзатова, в котором он сам признался, которую он пронес через всю свою жизнь. Сейчас идут заключительные репетиции в Черкесском драматическом театре. Сама премьера состоится 30 и 31 марта. Первый день на черкесском языке, затем на русском. Анзур Имку же рассказал и о кинопроектах. С гордостью поделился успехом полнометражной картины «Невиновен». Она уже вышла в федеральный прокат. Тема – межнациональные отношения. Съемки проходили на киностудии «Кавказфильм». По многочисленным просьбам зрители сняли продолжение под названием «Кровник». Показ картины состоится этой осенью. Еще Анзур Имку же ведет большую серьезную работу под названием «Беслиней», основанную на исторических фактах. О том, как жители горного аула под страхом собственной смерти спасали детей, эвакуированных из блокадного Ленинграда. Несомненно, подвиг духовной нравственности, высокодуховной нравственности людей в тот период и в то время, которое необходимо запечатлеть, как режиссер я твердо уверен в этом, и показать нашему зрителю, нашим людям в нашей стране и не только. Говоря о неозвученных планах, Анзур Имку же заключил, что их много. Главное, чтобы они все воплотились. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Корчаева, Черкесия. В Республиканской библиотеке проходит декады черкесской литературы и искусства. В эти 10 дней у желающих есть возможность вобрать в себя более полное представление о богатстве и культуре черкесского народа посредством книг и познавательного общения с сотрудниками библиотеки. Фатима Даурва подробнее. Не подпевать знаменитой песни Нальмас оказалось невозможным. Ее красивая душевная мелодия и пронзительные слова созвучны сердцу каждого адыга. Песня – маленькая частичка тысячелетней культуры, которую сейчас черкесский народ стремится сохранить и передать молодежи. И литературный вечер о предках памяти берегу, который дал старт декаде черкесской литературы и искусств – одно из мероприятий, направленных на преемственность поколений. Если у вас будет интерес к тому, что делается здесь в музее, здесь в библиотеке, в нашем музее, в наших театрах и в черкесском театре, если мы говорим про черкесский культурный пласт и в остальных национальных учреждениях нашей республики, тогда у нас есть шанс, что вы, ребята, эту культуру сохраните и пронесете вперед. Если же мы не мобилизуемся и не придумаем, как вам это сделать интересно, а вы, в свою очередь, не будете этим интересоваться, то я боюсь, что уже ваши дети ничего не будут знать про культуру, про наши родные языки. Поэтому очень важно, чтобы вы, каждая, понимали, что от каждого из вас зависит, а сохраним ли мы нашу культуру. За трибуной по очереди выступали представители творческой и научной интеллигенции, общественных движений, образования и СМИ республики. Доклады спикеров касались тем разных сфер деятельности. Основные из них – сохранение адыгского языка и культуры, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и интернационализма. Без знания языка, родного языка, без знания родной литературы, черкесской литературы, мы не можем существовать. Именно язык – это тот материал, это тот источник, из которого черпать можно всю жизнь. Это и культура, это и обычаи, это и традиции. А язык, он передаётся из поколения в поколение. И насколько будущее поколение воспримет этот язык, насколько он впитает все художественно-выразительные средства языка данного народа, это, конечно же, зависит от нас. Героизму и мужеству черкесских писателей и поэтов была посвящена видеопрезентация про писателей-фронтовиков, созданная на основе книги, воспевшей Великую Победу, изданной Республиканской библиотекой. А живописное искусство было представлено работами известных черкесских художников. Вечер также украсил выступления артистов драматического театра имени Мухарбека Акова. Наравне с ними выступали юные школьники-декламаторы, которые представили публике частичку черкесской поэзии. Фатима Даурова, Зарима Карданова, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. И о премьере на телеканале «Россия». В воскресенье 26 марта в 17.15 смотрите специальный выпуск программы «Синяя птица и друзья», посвященный мамам и бабушкам. В этот вечер на сцену выйдут участники прошлых сезонов, а вместе с ними российские звезды. Одним из самых ярких моментов спецвыпуска станет выступление цирковых артистов. Впервые зрители увидят головокружительные акробатические номера, превзошедшие мировые рекорды. Артисты Большого Московского цирка продемонстрируют невероятную смелость. Ведущая и автор Дарья Золотопольская. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите музыкальное шоу «Моя мелодия». Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин